Ну что-то слишком они похожи внутри. Здравствуйте! Приветствую всех на канале Николай Дотошный. Хочу предоставить вашему вниманию обзор двух электролобзиков фирмы Сталь. Это модель L950ARM и также модель лобзика Сталь L750ALRM. Внешние лобзики очень похожи, по корпусу ничем не отличаются. Я буду их разбирать, смотреть что внутри и также буду их тестировать. Модель лобзика L950ARM имеет мощность 950 Вт, количество оборотов 3000 оборотов в минуту, прорез, максимальный рез дерева 80 мм и 4 положения маятника. Вес составляет 2,370 кг. Электролобзик модель L750 имеет мощность 750 Вт, количество оборотов от 0 до 3000 оборотов в минуту, максимальный прорез дерева 65 мм и также 4 положения хода маятника. Вес составляет 2,240 кг. Как видим, два лобзика между собой очень похожи, переключатель маятников хода пилки одинаковый, подошва одинаковая, толстая, быстро зажим пилки тоже одинаковый. В принципе, подошва очень хорошо понравилась, очень толстая, хорошая, прочная подошва у данных лобзиков. Кнопки также идентичны. Ну и сейчас будем разбирать, смотреть, что внутри. Сейчас хочу проверить 950 модель на балансировку. Буду откровенен, скажу, балансировка не очень, может просто попалась. А сейчас проверим 750 лобзик на балансировку. Немножко будет балансировка у него получше, может, скажем так, 950 модель. Мне попалась, скажем, неудачно сложная. Хочу показать, какая удобная опция есть в 950 лобзике. Это такой футлярчик для хранения пилки. Видим, да? И сейчас поближе покажу, попытаюсь показать. Или же здесь у нас хранится здесь непосредственно сама пилка. Две пилочки можно, ну, даже не две, может, четыре пилочки можно сюда со слоем. Это очень удобно, очень мне понравилось. Ну, что-то слишком они похожи внутри. Кнопка в 750 лобзике идет в 950. Аналогично. Регулятор оборота в 950 модели и 750 идентичный. По традиции сделаю замеры щеток. Щетка модели 950 у нас 9 на 5 миллиметров. В 750 лобзике 5 на 9, да, на 9 миллиметров. Щетки у обоих лобзиков обычные, без отстрела. Лазерный указатель 750 модели, на мое мнение, не нужен, так как в нем нет калибровки, нет как выставить его. Я думаю, он будет не точно показывать. Что мне понравилось в данных моделях, это что в них шток идет круглый. Этот шток более, скажем так, долговечный. Плюс понравилось, что шток наш крепится. Это одно место, второе место, вверху третье, здесь четвертое. Плюс еще они добавили пружину, которая при вибрациях наш шток амортизирует и возвращает на место. Этот, скажем так, механизм будет меньше вырабатываться. И также здесь стоит тоже пружина, такая в 750 лобзике. Скажем так, я видел бюджетные модели, у которых глухие конструкции нет никаких пружин. Это очень большой плюс в этих лобзиках. Потихоньку, не спеша я разбираю наш лобзик. Здесь он, в этом месте, вращается на втулке. Здесь стоит обычная втулка. Смазки дали, не пожалели, достаточно. Скажем так, это немало смазки. На самом штоке все сидит хорошо, люфты минимальные, все подогнали. Отлично, как для такого бюджетного лобзика. Большой плюс, что у обоих лобзиков на заднем подшипнике стоит антивибрационная резиночка. И она также большую роль играет, если у нас подшипник тлинит, он не проворачивает, соответственно, вот это пластиковое место, не плавит. Он плавит саму резинку. Резинку поменяли, подшипник поменяли и дальше работаем. Не спеша я добрался до якорей, но сначала хочу сделать замер шестеренки в 750 лобзике. Размер шестеренки составляет 40,5 мм. И также хочу сделать замер в 950. Ну, соответственно, 950 шестеренка побольше, 45 мм. Якоря наши здесь крепятся непосредственно на подшипниках. Это тоже очень большой плюс. Что еще хочу показать? Ну, даже видно не вооруженным взглядом, что 950 якорь будет побольше. Заливка у обоих якорей для своего, скажем так, для своего ценового сегмента, ну, просто прекрасно, просто прекрасно залито. Лака не пожалели, скажем так. Мне нравится, скажем, мне нравится. Задние подшипники у обоих якорей стоят. Хочу сделать замеры наших якорей. 950 якорь имеет 35 мм. Коллектор имеет 20, 23,5 мм. 750 модель 35 мм. 23,5 мм. Коллектор в объемах одинаковые. Но в 950 сам якорь будет подлиннее. Вот этот металл будет у нас составлять 56 мм. В 750 45 мм. Что, соответственно, здесь будет меньше намотки и меньшая мощность. Что у нас идет по катушках статора? Соответственно, катушка статора в 950, видно даже невооруженным взглядом, будет побольше. Пошире тут даже ничего мерить. Все видно, намотки больше. Так, поставил я пилку в 750 лобзик. Сфокусируюсь я на ваттметре и хочу проверить под нагрузкой данный лобзик. Максимум, что я увидел, это 500 лобзик, в котором указано 950 ватт пилку. И сейчас будем проверять вот так же под нагрузкой. Максимум, что я увидел, показатель был 618 ватт, но никак не 950. При этом обзора я был уверен, что эти лобзики будут идентичны внутри, но разобрав, сделав обзор, замеряв все, я понял, что я ошибался. Кому понравилось, ставьте пальцы вверх, кому не понравилось, ставьте пальцы вниз. Смотрите мои плейлисты, там все посортировано. А так же подписывайтесь на мой канал. Всем удачных покупок!